Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима и мы продолжаем прохождение игры Киберпанк 2077. Итак, мы поставили себе имплант новый, ставили глаз себе какой-то модный. С тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Так, мы пойдемте поговорим с этим... Ты чего? Так, это кто? Привет. Хочу тебе кое-что подложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет монстрат. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним в машину. Надеюсь, все понятно? Да. Так, предельно все понятно. Но сейчас у нас другое задание. Так, здорово, Декс. Серьезный дядька. Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер дышен. Собственной персоной. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до тридцати? Мне важна победа, а не участие. Цена не главная. Классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Уважаю. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Аросаки. Это же не проблема. Корпораты те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку. И он там тоже есть. Серьезно, мы по телику говорили. Это они так флешки называют. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Рожила с техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстремовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот болт. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстремом. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Бри. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижника, Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаем. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Так, итак, нам нужно забрать болт. И нужно будет встретиться с заказчиком чипа. Эвелин Паркер. Так, мы долго еще кататься будем или нет? Так, можно пропустить поездку. Пропускаем. Все равно сидим молча. Так, тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. Конечно же, смерть в лучах славы. Чтобы меня запомнили. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах. Скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстремом и Милитехом. Там какой-то бот. Военная разработка. Мальстрем его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил брику. Дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Милитеха, но... Не знаю, как она нам поможет. Чинган. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстремовцев или с Паркер? Думаю, сначала постучимся к мальстрему. Ногой. Орали. Тогда я поеду к Голлфудс и посмотрю, что там почем. Аста луэго. Так, ну что, идем. Куда Джеки? И отправимся в... Сколько тут заданий сразу новых появляется? Так, а куда нам идти? Ага. Идти далеко. Ладно. Так, у нас есть тачка. Вызована В. Так. 37 метров от меня. Вот она. Ой, красавица. Здоровая. Чтобы максимально реалистично все было, будем сидеть за рулем. Так, включить радио. А как станцию поменять? Вот. Вот эта музыка поживее уже, поинтереснее. Так, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Проехали. Проехали, проехали, проехали. Так, назад. Так, привет, Джеки. Давно не виделись. Так, я портфель. Рассказывай, что нарыл. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперёд? Их, холе. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Думаю, по-хорошему не получится. Это ж мальстрём. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебёшь, или ебут тебя. Ну что, хромовый ад? Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Так, у нас есть... Дополнительное задание. Позвонить сотруднице Мельтеха. Вот, возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадра. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с мальстрёмом хуй просышь. Звони, пусть открывают. Так, ух ты! Здесь сколько пушек. Надеюсь, это не засада. Да, уютно тут. Пару фикусов поищу. Они хорошо подготовились. Ой, ёбки, блядь. Да что ж тругаешься так? А вот вы, у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Слышал про их шефа Ройса? Дэкс о нём говорил. Назвал его особенным. Так, ну чё, поехали. А вот тут нихеровая база, прям, я бы так сказал. Эх, ты баран! Так. Покойно. Они нас просто пугают. Так, нам сюда. Покойно, Виль. Не залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за Болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не-е-е. Будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля. Быром. Хуя себе, Дум-Дум. Ебать ты грубая. Ну ладно. Присядем. Тебе что, блядь? Особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе что, непонятно? Положи свою жопу на диван. А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Ну-ну-ну. Так. Паркуй жопу, пока я тебе... Просто сядь. Успокойся, успокойся. Тише, тише. Ты плохо кончится, на. Сука. Ну, заебись. Че такой хмурый? Улыбнись. Дунь. Давайте дунем. Че? Полегче. А вот теперь поговорим. Вот он. Болт. Модель МТ-0 Д-1-2. Дай заценить. Да, пожалуйста. Че там за игрушка-то? Вот это да. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер Вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени. Все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, че будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку. Да, можно и блевануть. Ну как тебе? Четко, четко. Вообще офигенно. Давай, мы берем. Да, мы его берем. А-а-а. Очень хорошо. Бабло вперед. Бриг все получил. Мы в расчете. Бриг все получил. Ну и где ты здесь видишь брика, а? Я тебя спрашиваю. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи заплатить два раза. Заплатишь два раза. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Энди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блядь. Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дэшот. Теперь подумаешь над моим предложением. Да ни хуя себе ебать. А че такое? Типа надо лопушку доставать? Ладно. Сейчас попробуем. Попытка номер два. Так, берем. Мы его берем. Очень хорошо. Бабло вперед. Бриг все получил. Мы в расчете. Бриг все получил. Ну и где ты здесь видишь брика, а? Да брось. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи, заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Энди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блядь. Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дэшон. Декстер Дэшон. Жирдяй, который наебал половину пасифик. Так, доставим пистолет нахуй, блядь. Жив. Еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? Ага. Пронезалась, родимая. Вот этот стрёмный. Пронезала. Вот так вот и надо было сразу, ебать. Ух, ебать, они жирные, ебать. Так. Так, фактический отход. Патроны, блядь. Надо перезарядить. Блин. У меня как бы они тоже заканчиваются, они очень жирные. Так, гранатки есть. Ух ты, блядь. Магазин пустой. Смерта. Нас отрезало. Так, ну все. Только побыстрее. Разъебали все. Все наши. И боты контролем. Так, новый уровень. Так, ладно. С этим потом разберемся. Так, сейчас, сейчас, подожди. Тут полутаться можно немножко. Ой, как он? Повис, ебать, в воздухе. Ну ладно. Так, ты где? Да что ж такое? Так, получим новый предмет. Пистолет какой-то. Ну и что, открываем. Поехали, ебать. Ну, двигай. Ладно, я первый. Так, лутаемся по пути. Круто работает. Пошли. Пошли. Так, давайте посмотрим, что там за пушки мы взяли быстро. Так, пистолет. Электромагнитный, стандартный. Вот, здесь урона побольше будет. Возьмем вот этот. Дамы и господа. Джеки Уэллс. Потрясал я! Давайте, коврона! Кто на меня... Да что ж так больно-то стоп-пээвать? В голову хорошо стреляет. Так, горим, 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 лечимся. А где этот хер, блядь? Так, что такое? Что за перегрев? Так, ладно, лечимся. Не жалей никого, слышишь? Попал! Ха-ха-ха! Все, теперь чисто. Так, все, враги закончились. Ну, вроде бы все. Так, надеюсь, да, все. Так, идем дальше. Ух ты, ебать. А это кто, блядь? Надай, зайду. Блядь, опять перегрев. Блядь, опять, 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 опять. Опять. Горим, горим, горим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, я думаю, надо пушку какую-нибудь поменять, другую взять Хотя, пистолетики хорошие Так, посмотрим, что там за пушка у нас есть еще У нас три слота, поэтому три слота можно забить Так, штурмовая винтовочка есть Это у нас Дробовик двухствольный Это стандартная штурмовая винтовка Вот, возьмем ее Патронов много Так, так, тихо-тихо открываем Открываем, лечимся Блин, эта пушка по три патрона стреляет Так, да что ж такое, я опять горюто Нет, с пистолетиком получше было Так, аптечка Берегись, у них гранаты В голову хорошо залетает Он что-то далеко там Да вылазь! Да уйди, что-то Да уйди, что-то Так, опять перегрев Эй, груши! Эй, груши! Осторожно, зато нас понимаем Ой, пистолетики хорошо стреляет Наверное, я буду пистолетики качать Прям в голову Залетает четко Эй, груши! Эй, груши! Так Держись, мы выберем Так, еще один Так, ну все Так, можно их облупать быстро Так, облутали всех вроде Так, какой-то мешок для мяса Так, вот патроны Так, это у нас Так, это Какие-то интересные заметки Это нам не интересно Так, еще одна камера И вот этих двух облутать надо Какой-то имплант нашли Потом мы его поставим Еще одна камера Ну, вроде бы все Да, все Мы всех победили Вы красавчики Так, это выход, да? Вылазь! А, нет Не спеши Тут есть камеры Так, его я думаю Можно по-тихому забрать Так, флешка очередная Так, тихо-тихо Блядь, нас обнаруживают Ладно Я никого не боюсь Блин, опять Этот перегрев Так, тихо-тихо-тихо Так, лечимся еще раз Да что ж такое-то Отвлеки их быстрее Так, тихо-тихо Лечусь, лечусь, лечусь Еще раз Блин, от этого Горения нету Защиты, походу Так, лечимся Так, минус Еще один остался, да? Прячься вей Ты ранен Да, спрятался Спрятался Одну секунду Ну все Разъебали Так, теперь можно облутаться быстро Так, вот она камера Сразу ее ломаем Ха-ха-ха-ха Спасил, говнюка Ой, как хорошо Ой, как хорошо Я не знаю, почему она взорвалась Но она взорвалась Какой-то мусор валяется Подбираем все Потом разберемся Что с ним делать Так, это опять Какое-то место Где надо будет воевать, да? Так, их тут раз Два Так, вот этого можно минуснуть Так, потихо мы всех заберем Где еще один? Увиди, тебя увидят Да никто не увидит Если ты под руку не будешь Тут Позарить Так, ну развернитесь Так, а их можно как-то отлечь? Течение врагов Вот Так 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 Один отвлекся Еще один Так Так И второй отвлекся Ладно Все назад Так, минус Еще один Ой, в голову Четко Сейчас выберемся Подлутаемся чуть-чуть Так Так, брик У нас дополнительное задание есть Но Мы его по пути не видели Поэтому Так Лутаемся везде Где можно Все Вот она Собода Корпу не ублажали Никого не умоляли В долги не влезали А болт наш Вот так и надо работать Ты прав Еще бы Папа всегда прав Приятно, что ты начинаешь замечать Четко И денег Не заплатили второй раз Обожаю Найт-Сити Просто город Бесконечных возможностей И дружеской ненависти Если у тебя есть Кахонес И ты знаешь Как ими пользоваться Ты можешь достичь чего угодно Если не поймаешь пулю Случайно или нет Так и все равно Ты помрешь с музыкой Улицы тебя еще долго не забудут Сплошные плюсы Так, ну и что ты предлагаешь? Что теперь, Джек? Теперь? Я пойду к мести Надо немного оклематься После наших с тобой похождений Нас бы там легко могли пристрелить Точно говорю Такая уж у нас работа, Джек Когда человек уворачивается От косы смерти Это повод для праздника И у нас просто больше таких поводов Дай знать Дексу, что его шняга у нас Так, нам надо позвонить Дексу Так, хорошо Сделаем это чуть-чуть попозже Пока я хочу за... А, он сам позвонил Болт у меня Вот у меня И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Мелитеха? Само собой были проблемы Ройс нахую вертел твой договор с Бриком Как ты его уломал? С помощью корпоратки? С Мелитехом не сложилось Я не хотел рисковать Да как ты сумел убедить Ройса Расстаться с болтом? Единственным способом Который всегда работает Силой Ты крепкий орешек, мистер Ви Уже поговорил с Эвеллен Баркером? Как раз собирался Ага У нее есть информация Без которой до чипа не добраться Баркер будет ждать тебя в баре Лизис Удачи Так, новый уровень И нужно прийти в Лизис Между 18 и 6 утра Это ночной клуб похоже Какой-то ночной клуб Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин